Почти готово! Ого! Давно ты не готовила? Да, но это особый случай! А что за случай? Ко мне приезжает моя подруга! Какая еще подруга? Я ее знаю? Это троюродная сестра Джинни! Мы с ней уже давно не виделись! А, вы просто переписываетесь? Ага! Вот наша переписка! Это что? Бумажные письма? Ну да! Не думал, что их еще кто-то посылает! У Саши нет телефона и интернета! С ней можно связаться только так! Нет интернета! Амелька, не могу это поверить! Зато она не тратит время на тикток и все такое! Интересно, будет с ней познакомиться? У меня к ней много вопросов! Вот сейчас и спросишь! Она уже приехала? Так идем встречать! Амелька, я так по тебе соскучилась! Ты так выросла! Ты тоже очень изменилась! А это мой друг Лео! Приятно познакомиться! Я Саша! Привет, Саша! Рад знакомству! Ой, прости! Я перед поездкой убирала в стволе у коров! И забыла помыть нормально руки! Наверное, ты устала с дороги? Устала? Это ерунда! Я когда подоила сто коров, вот это я уже устала! Сто коров! А что ты так удивляешься? У нас село большое! Тогда давай я тебе покажу свой дом! Садовальство? Посмотрим! Тогда пошли! Амелька, у тебя что, вообще никакой скотины нет? Нет! У нас всех хорошие! Ну, у нас есть собаки и кошка! А у нас пять собак и десять котов! Ничего себе! Это же сколько корма надо! Корма! У нас кошки на натуральном питании! Покупаете им мясо? Да нет! У нас мышей столько каждому хватит! Ненавижу мышей! Да, весело там у вас! Тут бы я курятник построила, тут бы я свиней разводила, а там бы у меня цепяты беглитки маленькие! Да уж! Ну, а я бы тут построил спортзал или чайный домик! У вас тут утки живут? Так чисто! Нет! Это не для ума так! А для кого водопой? Отлично! Это бассейн! Мы тут купаемся! Купайтесь! Откуда у вас столько времени? Эм, может пойдем уже в дом? Тебе надо руки помыть! В дом? А где у вас тут колонка? Колонка? Она дома! Но ты сначала руки помой, и потом будешь музыку слушать! Она имеет ввиду кран с водой! А, вода! Так она в доме! А на улице нет? Нет! А как можно жить без воды на улице? Я не понимаю! Идем, Саша! Я тебе все покажу и расскажу! Вот, здесь может помочь выходить! Вау! Огромное спасибо! А за что? Вы нагрели воду специально для меня! Мне очень приятно! Она у нас всегда теплая! Ого! Можешь даже душ принять! А мы с Лео пойдем! Я в шоке! Твоя подруга будто из каменного века! Просто ее село очень далеко от цивилизации! Я думал, такие только в африканской племенах! Как ты только с ней дружишь! На самом деле, она очень добрая! И рассказывает много чего интересного! Ого! У вас есть свой кинотеатр! Это просто телевизор! Вы можете смотреть кино, когда захотите! У тебя нет телевизора? Нет! Иногда мы ходим в кинотеатр в другом городе, но это бывает очень-очень редко! Хочешь, мы тебе подарим телевизор? Мне он ни к чему! У меня нет времени его смотреть! Вообще нет времени! Даже полчасика? Нет! Я просыпаюсь в 4 утра! Потом работаю до обеда! Занимаюсь картиной! Потом быстро поела! И дальше за работу! Ну и жесть! А отдыхать когда? Отдыхать это не просило! Когда спим, тогда отдыхаем! Мне тебе очень жаль! Не надо меня жалеть! У меня отличная жизнь! Да! Саша только хорошая про свою силу рассказывает! Я принесла вам сельских продуктов! Хотите, приготовлю? Может, мы тебе приготовим? А ты посидишь, отдохнешь! Нет! Мне лучше делом заниматься! Тогда кухня в твоем распоряжении! Пойдем покажу! Ой! А где печка? Вот она! Такая маленькая! Какая есть! Угу! Угу! А куда дрова забрасывать? Прямо сюда? Нет, для этой печки дрова не нужны! Она работает от электричества! А как без печки хату топить-то? Понятно! Пойдем покажу! Вот! Вот! Это батарея! Под ней течет горячая вода и обогревает наш дом! И что, дрова совсем не нужно рубить? Прикинь! Здорово тебе, Амелька! Я про такие технологии вообще не знала! Я тебе еще много чего покажу! Ну а для начала подкрепимся! Пойдем на кухню! Пойдем! А я тут уже суп приготовлю! Всего лишь один суп! Чтобы жить в селе, одним супом не наешься! Ладно, можешь готовить что хочешь! Саша бы точно не в выживом городе! Она бы в городе выжила! А вот ты в селе сомневаюсь! И то верно! Стой! А что не так? Не пей воду из-под крана! Она же грязная! Какая грязная? Она же только из подземного источника! Это у вас она из подземного источника! А у нас она бежит по грязным трубам! Фу! Согласен! В холодильнике есть вода! Лучше попей ее! Спасибо! О! Фора звонит! Привет, Фора! А к Амельке тут подружка приехала! Поздоровайся! Ладно! Ну, что там? Как дела у тебя? Рассказывай! Амелька, а это что такое? Вот это? Да! Это как маленький кинотеатр! Это не кинотеатр, а телефон! О! У меня тоже есть телефон, только он с кнопками! А этот вообще нет, понять как ключик! Тут тоже есть кнопки! Просто они не такие, как ты привыкла! Я видела, как Лео общался со своей подругой! Это так круто! Где такую же штуку достать? Такие телефоны сейчас везде продаются! Везде? У нас в селе такого нету! Ну, что поделать? О! У меня же там бульон варится! Амелька, попробуешь на сон? Амелька, прости! Это ерунда! Ничего страшного! Сними бульон жирный, потом можешь не отстираться! Сейчас переоденься! Можешь не переживать, я быстро все отстираю! Саша, не парься! Застирай немного, а я потом в машинке постираю! Где постираешь? Ну, в стиральной машинке! У тебя же такая есть! Нет, у нас из машин только трактор, чтобы поле пахать! Идем, я тебе покажу! Смотри! Открываешь! Кладешь вещь! Закрываешь! Включаешь! И ты стоишь чистая! Омелька, я у себя в селе по 8 часов стираю! Если бы у меня была такая штука... Хоть ты и живешь в селе, но я думала, ты про такие вещи знаешь! Откуда бы я могла про такое узнать? Ну, прочитала где-то! Я могу прочитать только книги, которым уже больше 20 лет! Саша, мне кажется, ты должна узнать больше о современной жизни! Я только за... Ой, что-то меня так приспичило! Где у нас тут сортир? Вот же он! Туалет не на улице? Да! А еще на нем можно следить! М-да-а-а-а! Ну, я пошла! Думаю, ты даже сама разберешься! Омелька, на тебе лица нет! К тебе подруга приехала, ты грустишь! Мне грустно то, что она много работает! Она ведь всего лишь подросток! Это же всего! Я решила сделать ей сюрприз! Купить телефон! Она точно обрадуется! Вот это да! Я даже не знала, что ходить в туалет бывает так удобно! Пока ты будешь готовить, мы с Лео отойдем ненадолго! Мы вернемся через полчаса! Без проблем! Я бы тоже хотела жить в таком доме! Жаль, мне не повезло жить в селе! О, вы как раз вовремя! Я уже все приготовила! А у нас для тебя подарок! Та-дам! Так неловко! Мне нужно было подарок! Нужно-нужно! Открывай скорее! Это что, телефон? Да, теперь ты можешь звонить по видеосвязи! Я о таком даже не мечтала! Жалко, я не умею им пользоваться! Ничего, сейчас мы тебя быстро научим! Так, чтобы включить, жмешь сюда! Сейчас я тебе отправлю сообщение, а ты попробуй на него ответить! А что это за чубзик? А это? Это смайлик! Ну, это такая картинка, чтобы лучше выразить эмоции! Поняла! А теперь попробуй напиши этот ответ! Угу! У меня получилось! А ты быстро учишься! У нас в селе без этого никак! Если быстро не сообразить, то может и вы их затоптать, и пчелы записать! Теперь понятно! Амелька, у меня получилось отправить сообщение? Да, но смайлики не обязательно постоянно ставить! Они мне очень понравились! Ставь сколько хочешь, я тоже люблю смайлики! Ай, ребята, еще раз спасибо за телефон! Теперь буду постоянно звонить вам! Ага, у него есть много функций! Например, камера! Телефон умеет делать фото? Давай покажу! Так, смотри! У тебя бантики на голове! Встречу! Что с моим лицом? Мама говорила! Если жить в городе, то станешь чертикем! Ха-ха! Саш, Вашка, не бойся, это фильтры! Это не по-настоящему! Вот, смотри, с тобой все в порядке! Я не понимаю, как оно изменило мое лицо в реальном времени? Мы и сами не знаем, это технологии! На! Вот и этот фильтр прикольный! Вот, Лео, смотри! Фу! И вот этот красивый! Может, поедим? Я уже голодная! Пусть смотрит! Не отвлекай ее! Давай лучше перекусим чипсами! Сейчас принесу! Ммм, какая вкуснятина! Угу! Саша, хочешь чипсов? А что это такое? Ты не знаешь, что такое чипсы? Повезло тебе! Попробуешь в первый раз! Прикольно, но слишком много прикольных! Так в этом и фишка! А можно посмотреть? Конечно! Ребята, вы что, хотели меня отравить? Че? Мы же сами это едим! Да тут сплошная химия! Мне мама говорила, что этим можно отравиться! Если много съесть, то можно отравиться! Амелька права! Если знать меру, ничего и не случится! Да, это очень вкусно! Моя еда с этим не сравнится! А ты когда-то ела конфеты? Конечно! Моя мама делала их либо с варенья, либо с медом! Разве это конфеты? Это же халтура! Сейчас мы тебе покажем, что такое настоящие конфеты! Лео, ка мне побыли! Вот, попробуй! Какую хочешь! Ммм! Буду сами ангелы сделали эту вкусность! Можешь есть сколько хочешь! У нас таких много! А еще есть торт, шоколад, пицца, суши, шаурма! Вообще обалдеть! Не терпится это все попробовать! Может, пойдем за стол? Нет, я после таких вкусностей свою еду есть не буду! А я поем! Не зря же ты все готовила! Я тоже! Ух! Обалдеть! Это так вкусно! Да, я такого никогда не ела! Будто продукты другие! Я привезла свежайший домашний продукт! Правда, с вашими вкусняшками это не сравнится! Гонишь? Я чувствую, как твой таз заряжает мне энергией! Я тоже хотела это сказать! Саша, может тебе хватит? Я не могу остановиться! Я думаю, ты уже слишком много съела! Я после этой еды такая уставшая! Да, это не дает ничего полезного! Тебе нужно отдохнуть! А у вас есть сеновал? Сеновал? Может, в поле и сено, но до него долго ехать! Я обычно отдыхаю на сеновале! Зачем? У нас есть кровать! Мама не разрешает мне ложиться на пасть! А мы разрешаем! Идем! Тут можешь спать сколько хочешь! Вы только моей маме не говорите, а то она ругаться будет! Расслабься, тут все свои! Мы пошли, отдыхай! Саша, приди домой с совершенно другим человеком! Я бы не хотела, чтобы она возвращалась в село! Ничего не поделаешь, это ее дом! Понимаю, но я бы хотела сделать для нее что-то еще! Дай подумать! Может, попробуем помочь ей сменить имидж? Точно! И вещи совсем старомудные! И макияжа совсем нет! Когда она проснется, займемся ее внешностью! Давно я так хорошо не спала! У вас перена! Из каких перьев? Перена? Ну, у нас обычный матрас и без перьев! Это специальный материал! Он поддерживает твое тело! Вот это да! У вас вообще все не так, как у нас в селе! А хочешь погулять с нами по городу? Конечно! Мы пойдем, но для начала тебя переоденем! А что не так? Я надела свой самый лучший наряд! Ну... Нам... Нам... Понимаешь? У нас тут все немножко по-другому одеваются! Мы хотим, чтобы ты примерила наш стиль! Хорошо! Но у меня нет другой одежды! Не волнуйся, у нас куча одежды! Вот тут вся наша одежда! Можешь выбирать все, что захочешь! Обалдеть! Сколько у вас вещей! У вас прям целый магазин! А где ты берешь свою одежду? Да, наши будут со старшими! Короче, выбирай одежду и перебивайся! Мы ждем тебя в новом образе! Пойдем! Пока! Наконец-то она будет ходить в нормальных вещах! Саша, а где ты эти вещи взяла? Эти вещи оставила бабушка, когда костила у нас! Мне показалось, эти вещи самые подходящие! Вам не нравятся? Давай мы тебе поможем подобрать наряд! Мы знаем, что сейчас модно! Давайте! А то я совсем ничего не знаю о моде! Я смотрю все модные луки в Пинтересте! Вон часы! Что ты показываешь? Саша, тебе так идет! Ты красотка! Тебе самой нравится? Непривычно! Я в такой одежде еще не ходила! Тебе очень идет! Просто здесь маленькие карманы, в них яиц не собираешь! У нас тут не надо ничего собирать! Задача просто быть красивой! Кстати, еще нужно делать макияж! Макияж я его никогда не делала! Все бывает в первый раз! Садись! Америка тебя накрасит! Только нужно будет очки снять! Но я без них очень плохо наденем! Но я без них очень плохо надену! Мы их потом наденем обратно! Ну ладно, давайте! Так, вот, смотри! У нас тут есть тени, кисточки, хайлайтер, расчески, румяна и еще много чего! Я такие слова впервые слышу! Если будешь краситься, то быстро их выучишь! А как ты ухаживаешь за кожей? У тебя есть крем, умывалки? Нет, малого-малого с утра и все! Мы тебе подарим уходовую косметику! Вряд ли мне будет время ей пользоваться! На такое всегда должно быть время! Это же забота о себе! Я с Лео полностью согласна! Кстати, твой платок, он ни к чему! М-да! Даже не верится, что это я! Такое чувство, будто фильтры в реальной жизни! А то! Я ходила на курсы макияжа! Я тоже хочу! Как жаль, что у меня совсем нет времени! Кстати, давайте не будем терять время и пойдем на прогулку! Давайте! Ой, как же больно! Что такое? Живот прихватило? Ага! Мне нужно было есть только конфет и чипсов! Твой организм не подготовлен! Ладно, я в туалет! Ну вот! С меняются наши бульки! Придется развлекать ее по-другому! Предлагаю настольные игры, приставку или фильмы! Сейчас посоветуемся Саше! Саша, что случилось? Представляете, я только что сломала свои очки! Почему ты так расстраиваешься? Это же всего лишь очки! Мне их делал сельский мастер! Он потратил на это три месяца! Три месяца? Это же очень долго! Теперь все это время я не смогу помогать родителям! Саша, а ты знаешь, какое у тебя зрение? Конечно! У меня есть папка! А ты когда-то носила линзы? Нет, я такое только в кино выдела! Как раз попробуешь? О, а вот и линзы! Что это? Это твои линзы! А откуда они взялись? Ты что, не знаешь про доставку? У нас такого нет! Ты заказываешь товар, а курьер его привозит! Удобно, да? Очень! А теперь иди и одевай линзы! Я вижу, даже лучше, чем очка! Может, это и к лучшему то, что они сломались! Без очков тебе будет удобно! Это точно! Теперь можно наклоняться, и они не упадут! Ну, раз мы никуда не пойдем, предлагаю поиграть в настольные игры! Настольные игры? Не говори ты, что ты не знаешь, что такое настольные игры! Конечно, знаю! Мой дед любит играть в нарты, шахматы и карты! Но я такие игры не очень люблю! В такое мы играть не будем! У нас есть другие игры! Такую игру, ты знаешь? Впервые вижу! Вот, что-то новое! Сейчас мы научим тебя играть! Вот, смотри, мы будем доставать эти квадратики по очереди! И у кого упала башенка, тот проиграл! Проиграл, понятно? Да! Они сейчас проиграют! Мелькен! Ой! Ой! Ты не давай! Еще чуть-чуть! Смотри, как она трясется! Я выиграла! Я вытяну! Как ты выигрываешь? Ты же только начала играть! Ну, я же говорила, что я очень быстро учусь! Это гений! Саша, а кстати, куда ты собираешься поступать после школы? Никуда! Я останусь в деревне и буду помогать родителям по хозяйству! Это не честно! Ты же закупишь свой талант! У меня нет выбора, родители без меня не справятся! Нет! Я с этим не согласен! Тебе нужно учиться! Я тоже хочу! Но вы же понимаете, в деревне жить сложно! Вашу деревню нужно улучшать! Точно! Мы живем в 21 веке, а вы в своем селе в 19-м! Вам нужны вещи, которые упрощают жизнь! Не знаю, что скажут мама и папа! Поверь, они сами увидят, что так лучше и сопротивляться не будут! Ну, где мне взять на все это деньги? Я знаю! Ты привезла много продуктов из села? Ну да, думала вас угостить! У нас этих продуктов валом! Фермерские товары очень ценятся в городе! Точно! Можно продавать ваши товары и получать неплохие деньги! Даже не знаю, мне кажется, это очень сложно! Поверь, все намного проще, чем ты думаешь! Я бы очень хотела, чтобы у нас были такие же вещи, как у вас! Все, я разместила объявление о продаже фермерских товаров! Ого, мы уже получили первый заказ! Все, это последний товар на сегодня! Обалдеть, сколько денег мы заработали! Это выходит и на машинку, и на печку! А сколько ты еще сможешь заработать, продавая товары дома? Ребята, а я и не знала, что технологии делают жизнь намного проще! Жаль, что ты приехала только на один день! Да, мне уже пора уезжать! Спасибо вам за все! Все, пока-пока! Пока! Хорошей дороги! Хоть бы у нее получилось уговорить родителей! Я думала, у нее все получится! Это Саша! Саша! Всем привет! Привет, рад тебя видеть! Как дела? Спасибо, ребята, благодаря вам! Мы с родителями купили кучу современных штук в наш дом! Правда? Теперь у нас есть интернет, стиралка, автоматический полив и много чего еще! Мы очень рады! Теперь у меня появилась куча времени на себя и на учебу! И родители отпустят тебя учиться? Да! Ребята, ставьте лайки, если тоже рады за Сашу! А еще не забудьте подписаться на Меликан канал, куда много чего интересного! Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова